Плавленный сыр Карат создан из настоящего сыра и нежных сливок. Он идеально подходит для вкусного завтрака. Карат. Сырное удовольствие. Ох, хорошо! Не набивайте живот, чем попало. Вкусная еда – это не только залог здоровья, но и способ каждый завтрак, обед и ужин превратить в праздник. А где радость от еды, там и счастье в жизни. Сегодня в «Просто кухне» счастливые рецепты. Вот такие шедевры у нас на кухне. Зажарим куриные грудки в хрустящей рисовой панировке с молодой морковкой на гарнир. Порадуем и себя, и близких. Вот вам летнее невероятно красивое блюдо. Испечем тертый пирог с зеленым луком и сыром. Удивитесь, насколько это просто и вкусно. Вам кажется, сейчас я возьму оттуда попучку и все? Нет, я буду использовать всю эту зелень. Приготовим крутое грузинское блюдо чекапулли. Телятину с ароматными травами, тушеную в белом вине. Это песня. И обязательный ингредиент этого блюда – алыча. И проведем время с детьми весело и с пользой. Все командуешь. Потому что я шеф. Сделаем банановый кекс со смешными мордочками. Рецепт для счастливого семейного досуга. Ммм, как вкусно. Иногда так хорошо ребеночкам побыть. Доброе утро. Хочу, чтобы у вас сразу с утра пораньше разыгрался зверский аппетит. И когда вы будете смотреть на то, что я сейчас буду готовить, даю гарантию, он у вас разыграется. Делаем чекапулли – одно из самых вкусных грузинских блюд. Тушеная телятина с алычой, в белом вине с ароматными травами. Чекапулли называют жемчужиной грузинской кухни. Видите, сколько зелени. Все эти душистые травы пойдут в блюда. Особую роль сыграет эстрагон. Моя любимая травка, кстати. А еще алыча – дикая зеленая слива. Чекапулли – это рагу с большим количеством мяса и соусом из зелени. О, хорошо, сразу бодрит. Посмотрите, сколько зелени. А знаете почему? Да потому что летом на дворе, надо зелень использовать. И есть ее чем больше, тем лучше. У меня здесь зеленый лук. Много. Тархун. Либо эстрагон. У него два названия. Много. Дальше у меня здесь большой пучочище кинзы. И большой пучок петрушки. И вам кажется, сейчас я возьму оттуда по пучку и все? Нет, я буду использовать всю эту зелень. Делается чекапулли несложно. По сути, все тушится в одной кастрюле. Надо только подготовить ингредиенты. Начинаем с лука. Отрезаем корешки. Белую часть нарезаем чуть-чуть помельче. Зеленые части можно нарезать чуть крупнее. Перекладываем в большую миску. Плачу, плачу. Сейчас мы его закроем, чтобы лишние пары не выходили. От лука у меня потом, знаете, как будто бы раздражение глаз такое легкое. И оно мне долго продолжается. Вы, может, об этом не знали? Но вот знайте, что у шефов тоже есть такие проблемы. Поэтому я научился резать очень быстро. Именно потому, что такая проблема. Так, теперь смотрите, кинза. Веточки мы тоже рубим. И листики рубим. В веточках аромат и вкус. Мы не избавляемся от них, а используем полностью. Листики можно уже рубить чуть-чуть покрупнее. Все, кинза важный ингредиент этого блюда. Прямо очень важный. Без кинзы этого блюда не будет. С большим пучком петрушки поступаем так же. Мелко рубим и веточки, и листики. Зелень выбирайте очень хорошую. И побольше берите. Пускай вам продавец говорит, куда вам столько зелени? Вы говорите, надо, надо. И знаете, моя вам рекомендация купить эту зелень где-нибудь на рынке. Потому что в магазине, в пакетиках она, конечно, продается, но она там не такая. И там она продается маленькими, такими небольшими пучками. А вам нужно закупиться как следует. Поэтому лучше сойдите куда-нибудь на рынок, потому что там самая приятная, ароматная, классная зелень. Петрушенция. Порезали. Так, а теперь, друзья, тархунчик. Моя любимая трава. Обожаю. И она в этом блюде играет очень важную роль. Он пропитает мясо. Он даст вкус соусу. Короче, тархун обязательно. И много. Так, нам нужны только листики. Вот у тархуна ветки жесткие. Как бы вы их не рубили, они будут жестковаты. Поэтому у петрушки мы оставляем веточки. У кинзы оставляем. У тархуна нет. Марин! Помоги, а! Мой надежный помощник в любой ситуации. Марина! Или баба Марина! Маринка, привет! Поняла? Марин, что там? Как на даче-то дела? Все хорошо. Мангал наш. Никто там не тырит? Нет, никто не тырит. А все, тархун сварить облучится. А вкусы как? Тархун вода. Хороший вопрос. Тархун при температурной обработке немножко теряет свой вот этот яркий аромат тархуна. Но с таким тархуном можно сделать домашний лимонад. Лимонад, кладешь в графин, берешь такую давилку, немножко сахара туда, чтобы абразив был. Давишь, давишь, давишь. Прям куски лимона туда давишь, потом просто газировкой заливаешь и лед туда. И пьешь свежий лимонад. Можно также сделать с кинзой. С кинзы и какой лимонад? А что, опробовала сочетание кинзы и ананаса? Тогда можно и кровь от говядины взять, тоже лимонад будет. Лайм, ананас, чили и кинза. Знаешь, какое вкусное сочетание? Попробую. Попробую. Вот у тебя, ну попробуй на даче. А вы делитесь в комментариях своими рецептами летних домашних лимонадов. Мы с Мариной потом обязательно какой-нибудь приготовим на даче. А пока продолжаем делать чакапулли. Тархунчик, смотрите, его ножичком вот так вот режем. Не мельчим. Вот это запах, а! Прямо аж, знаете, нос щекотит. Добавляем чесночок. Так, это раз. Подсаливаем. Больше ничего не солим, только зелень. Поэтому сразу можете чуть больше подсолить. Немножко свежемолотого перчика. Прям чуть-чуть. И перемешиваем тщательно. И вот это вот зеленое, ароматное вкуснятина готово. Теперь мясо. Обычно по классике в это блюдо используют телядину. Чтобы было нежно все и деликатненько. Я телятину не нашел, поэтому буду использовать обычную говядину. С ней чакапуле тоже получится, не переживайте. Хорошая, мягкая, классная на косточке. Смотрите, наша задача нарезать ее кусочками. Не слишком мелкими, но и не слишком крупными. Косточки оставляем. Хрящички оставляем. Они все нужны, чтобы был больше такой мясной классный навар. И жир попадал. Отделяем мясо от кости и нарезаем его крупными кусками. И все жилки, их на самом деле не обязательно убирать. Они у вас и так станут мягкие. Вот такие кусочки должны быть. Пора собирать блюдо. Нужна большая кастрюля. Все здесь выкладывается слоями. И в процессе приготовления ни в коем случае не перемешивается. Начинаем с зелени. Всего будет три слоя зелени. Хоп, видите, довольно-таки много. Затем выкладываем мясо. Я начну с косточек. Раз, два, три. Примерно мясо делим на две части. И обязательный ингредиент этого блюда – алыча. Можно использовать сушеный алычу, если вдруг нету свежей. Это не просто слива, это дикая слива. Она такая всегда, знаете, плотненькая, более кислая. Короче, для этого блюда идеально подходящая. Еще, видите, она немного недоспевшая. Кстати, такое алычу вкусно с солью есть. Смотрите, берем такое алычу. Дай маленькую. Вкусаем. Ох, кисленькая. Смотри, так чуть-чуть подсаливаешь. Сразу сладкая становится. Парадокс вообще. Я помню, я с севера приезжал к бабушке, ходил вот на речку. Я помню, там дерево росло, алыча. На одном зеленая была, на другом красная была. Я жрал все, извините меня. Фруктовое дерево. И понеслась. Все восхищало. Потому что на севере у меня, кроме рыбы из-подо льда, ничего не было. Если вдруг алычи нету у вас свежей, но не сезон, или сушеную не нашли, то можно использовать соус ткемали. Это грузинский соус из диких слив с разными яркими специями. Идеально подходит к мясу. Выкладываем на говядину одну треть ягод и покрываем их второй частью зелени. Дальше мяско кладем. Немножко алычи. И закрываем оставшуюся зеленью. Тут запахи уже просто сносят крышу. И сверху еще выкладываем алычи вот так. Чили перчик. Здесь смотрите сами. Если любите прям пикантное блюдо, то кладите сколько считаете нужно. У меня перчик средней остроты. А мяса и зелени много. Поэтому использую весь. А теперь, внимание, главный секрет Чакапули. Это сливочное масло. Потому что здесь кислота, чуть-чуть пикантности. Здесь будут всякие травки. Нужно, чтобы что-то давало такой, знаете, как бы баланс, объединяло это все. Небольшой кусочек. Это немного для такого количества. Кладем в центр. Масло потом растопится и пропитает все ингредиенты. И будет просто такая легкая жириночка. Финальный ингредиент. Белое сухое вино. То есть мы добавляем кислинки. Представляете, мясо будет тушиться в вне. Элитность появится. Не берите, кстати, дорогую овощи. Ну и прям совсем дешевку тоже не берите. Надо, чтобы оно такое было средненькое. Потому что алкоголь весь улетучится, а виноградный привкус останется. Это тоже будет часть нашего соуса. Получить приятную виноградную кислинку из дешевого вина не выйдет. Выливаем туда. И вы скажете, сколько? Я скажу, целую бутылку. Это единственная жидкость, которая идет в это блюдо. Ставим на плиту. Включаем нагрев. Небольшой. Накрываем крышкой. И начинаем потихонечку это блюдо тушить. Не мешаем. Ничего больше туда не добавляем. И готовьтесь наслаждаться ароматами. Потому что сейчас будет такой аромат на всю квартиру, что крышу снесет. Ну, не у дома, а у вас. Тушим чакапули минимум полтора часа, а можно и два. Да, подождать придется, но это того стоит. Чакапули готово! Вот. Зелень ароматная, вкусная. Еще, видите, всю форму держит. А луча набухла чили. А снизу вот такой вот сок. Видите, он прям мясной, в меру жирный и мега вкусный. Ароматный, немножко даже зеленоватого цвета. Да ты что, а? Ёлки, а ты палки, как вкусно! Быстрее в тарелку кладем. Есть грузинское рагу из говядиной зелени нужно с лавашом. Когда я на колене перед блюдом стою, это значит особое уважение. Посмотрите, какое мясо нежное. Каждый кусочек пропитан. А луча, видите, она прям еще такая плотненькая, даже не лопнула. А жиринок всего несколько. Масла-то сливочного было совсем чуть-чуть. Можно и раз лавашик. Это, конечно, вообще просто. Так невероятно здорово, а. Видите, вроде мясо и не тяжелое, и такое свежее, такое легкое. Зелень просто зашкаливает. И тархун я свой любимый ощущаю здесь. Я луча так. Раз. Косточку так достаешь. И все, и жизнь удалась. Я уверен, точнее, надеюсь, что сегодня у многих в нашей стране на обед будет чакапулли. Да, ведь? Смотрите у меня там. Скорее берите телефон и фотографируйте ингредиенты рецепта на экране. Для чакапулли нужны говядина, тархун, зеленый лук, кинза, петрушка, алыча, перец чили, чеснок, сливочное масло, белое сухое вино и лепешка из тандыра. Большая тарелка ароматного грузинского рагу 197 рублей. Видите эту гору зеленого лука? Это начинка. Начинка для лукового пирога. А это терка. Потому что мы с вами сейчас будем готовить тертый пирог. И тесто натирать на этой терке. Тертые пироги. В чем их прелесть? Их очень просто готовить. Главное сделать вкусную начинку. У нас сегодня начинка самая актуальная. Из сезонного, сочного, зеленого лука и сыра. Вот кажись, зеленый лук, Саш. Ну вот лук, например, не любим, скажете вы. Значит, вам такой пирог не подойдет. Подойдет еще как. Вот если вы есть в свежем виде, конечно, вы будете чувствовать вот этот ядреный вкус лука. Если лук пройдет температурную обработку, он станет сливочный, вкусный и очень нежный. Пускай он пока наш любимый полежит в сторонке. Кстати, хороший букетик, да? Да, девчонки? Какие пионы, какие тюльпаны. Вот он, праздничный букетик. Что, из пионов ты раз пирог приготовишь? Нет. А из этого легко. Ну и что? А что тебя прокормят? Лук или пионы? Ну, пионы не перепродашь даже. А лук возьмешь да съешь все. И не заболеешь, и полезнее, еще и дешевле. Кстати, а где я тут был-то недавно? В Нальчике. Вот такой букет пионов стоит 2000 рублей. Идеальный, красивейший. А у нас тут в Москве такая пью за 2000 рублей. Вообще не пойми, что букет, не букет. Ладно. Начинку сделаем чуть позже, а сейчас займемся тестом. Тесто очень нежное, вкусное, рассыпчатое и сливочное. Мука, пшеничная, высшего сорта. Немножко разрыхлителя, чтобы тесто было нежненькое и рассыпалось. Щепотка соли. Сахарный песочек. Чуть-чуть, чтобы у теста легкая сладость была. Перемешиваем. И следующий ингредиент. Это два куриных яйца. Что здесь важно? В тесто идут только желтки, а белки пойдут в начинку. Желтки дадут красивый желтый цвет тесту, а белки дадут начинке плотную текстуру. И финальный ингредиент теста – очень холодное сливочное масло. Мы масло сливочное берем и на терочке натираем муку. Можно, конечно, измельчить, здесь это не принципиально. Просто порезать его мелко. А лучше всего на терке натереть. Так быстрее и эффектней. И обязательно немножко жидкости. Несколько ложек питьевой воды. Раз, два. Короче, четыре ложки. Все, и далее берем рукой и замешиваем тесто равномерно. Замесили. И теперь его надо убрать в холодильник настояться. Берем два пакетика. Смотрите, тесто делим на две части. Одна часть должна содержать в себе две третьих теста, а другая часть – одну треть теста. Мэри, поняла, что это? Нет. Врубилось или нет? Давай, если 100 грамм, то сколько должно быть кусочков? Ну нет, ну там же 70, а там 30. 30 умножь на два – 60, а не 70. Может, 33, 33, 30? 66? А один грамм повара остается. Не будем придираться к Мэри, да? Я думаю, что математики тихонечко ржут. Я говорю, в Италии! Большой кусочек будет дном пирога, а маленький – крышечкой. Так, друзья, теперь мы это тесто в пакетик и в холодильник. Оно должно замерзнуть, застыть, стать плотненьким таким. Только плотное холодное тесто получится натереть на терке. Пока приготовим начинку. Зеленый лучок – наша любовь. Его нужно правильно подготовить. Отрезаем попочки. Белые части нарезайте чуть-чуть потоньше. А зеленые части, так как они мягче, можете нарезать крупнее. Если где-то у вас какие-то крупные части останутся, вообще не переживайте. Можно не париться. Так нормально. Лук для начинки нашего пирога надо обжарить, чтобы как раз ушла его ядренность. Разогреваем сковородку побольше и наливаем подсолнечное масло. И отправляем туда лучок обжариваться. Вот так вот. Прямо смотрите, он же нежненький, в нем много воды. То есть он не будет жариться, он начнет немножко сейчас тушиться. Начнет отдавать свой сок, поэтому тихонечко его готовьте. Нагрев не надо ставить слишком сильный. Такой спокойный, пускай потихонечку томится. И если вы думаете, что с луком я закончил, то нет. Нужно еще больше лука, больше вкуса. Как я люблю лето, а! Но классно же, а! Вот как вы из дома выходите зимой? Помните? 500 штанишков, потом носочки, потом обувь, потом туда-сюда, потом по погоде и так далее. А сейчас что, взял вот так вот просто шорты, футболку, хлоп, и пошел. Но самое-то главное, это сезон свежих овощей и фруктов. И на Просто Кухне мы покажем самые крутые летние рецепты из всего этого богатства. Пора проверить готовность лука. Смотрите, какой он стал нежненький, ароматный. Уменьшился в объеме, выделил свою влагу. Теперь в конце щепоточка соли, немножко свежемолотого перчика. Выключаем нагрев и перекладываем лук в большую тару, чтобы он быстрее остыл. Помните, я вам сказал, что у нас начинка будет еще и с сыром? Так вот сейчас нужен сыр. Это плавленый сыр с луком. Важно его как следует охладить, чтобы он потом удобно натирался. Поэтому уберите в холодильник, а потом доставайте и натирайте. Смотрите, как классно. Все, начиночка будет нежная, сырная, вкусная. Идеально для нашего пирога. Это вам, знаете, не с курицей, яйцом или, не знаю, с каким-нибудь мясом. Это лук с сыром, понимаете? Это особый стиль, друзья, особый стиль. И финальный ингредиент, не забывайте, белки. Белки потом будут готовиться, и они как бы, ну, как омлетик, немножко скрипят начинку. Чтобы у вас начиночка была плотненькая, но осталась нежная и сливочная. Теперь все это вместе перемешиваем. Круто. Вот мне кажется, вот если вы просто без белка сырого, то уже можно взять вот так вот на хлебушек намазать, на какой-нибудь хрустящий. И как брускетку вкусную есть. Шикардос. Ах, запах обалденный. Луково-сырная начинка готова. Пора доставать тесто из холодильника. Посмотрите, какое оно стало. Красно, оно в пакетике, не переживайте. Теперь его можно натирать. Пирог будем выпекать в разъемной форме с пергаментом на дне. У вас тесто есть где большой кусочек, а есть маленький кусочек. Начинаем с большого. Если вдруг у вас тесто недостаточно плотное, подождите еще, чтобы оно прям супер холодное стало. Можно его в морозилку убрать, например, чуть-чуть подморозить даже. Еще будет удобнее натираться. Проще способа работы с тестом не придумаешь. Теперь, смотрите, натерли и немножко вот так вот распределите его по краям. А теперь начинка. Не надо тесто катать, с ним какие-то тут выписывать пируэты. Вы просто берете терку, натираете его, и все. И по сути у вас все готово. Начинку прям совсем плотно по стенкам не надо распределять. Пускай от стеночек небольшое расстояние останется. Просто, чтобы она не прилипала. Но сильно не заморачивайтесь. Еще раз повторю, здесь максимально все просто. Хоп. И теперь оставшийся кусочек теста сверху. Вот и весь пирог. Тра-ля-ля, 3 рубля. Еще благодаря вот этой натертости теста, оно будет очень красиво запекаться, и пирог будет выглядеть эффектно. Сразу же отправляем пирог в духовку, не ждем. Иначе тесто подрастает, и его вот эта вот красивая фактура пропадет. Поэтому натерли и быстро в духовку. И через 40 минут аппетитный луковый тертый пирог будет готов. Ах, какой шикарный, а. Как он красиво запекся. Ах, какой классный. Короче, теперь надо подождать. Дайте ему доготовиться, потому что он горячий, он еще печется, еще все там вот, все еще в процессе. Он сейчас немножко осядет, успокоится, и потом чуть-чуть подостынет. Вот мы его развернем и попробуем. Через 20 минут пирог можно нарезать. Все, вот он пирожок. Обратите внимание, вот вроде сухой, да, снаружи, но у вас вот это тесто, оно просто будет рассыпаться во рту. А внутри, поглядите на эту начинку, она сочная, нежная, с сыром плавленым. Вот такие шедевры у нас тут на кухне. Дамы и господа, это вообще, конечно, просто... Такое тесто рассыпчатое, начинка такая нежная и вкусная. Так, что я один ем? Пойду угощу своего друга. Леш, привет. Привет. Будешь вилкой или руками, как хочешь? Давай руками. Давай руками, красавчик, я тоже руками. Что скажешь? Очень. Вкусный? Да. Ты знаешь, все дети лук не любят. Скажи, странные они, да, все? Ведь это так может быть вкусно, да? Да. Как жизнь-то вообще? Хорошая. Мама не ругается, нет? Редко. Редко очень. Ну, когда ты, наверное, плохие дела какие-нибудь делаешь, хулиганишь, там, да, мама ругается, да, чуть-чуть? Ну, да, обычное дело. У меня жена так же на меня орет и нога. Начинка получилась густая и ароматная благодаря плавленому сыру карат для супа и соуса с луком. Он создан из полутвердых сортов сыра, сливочного масла с добавлением натурального лука. Карат – сырное удовольствие. Для тертого пирога возьмите муку, яйца, сливочное масло, сахар, разрыхлитель, много зеленого лука, плавленый сыр с луком и подсолнечное масло. Кусок лукового пирога – 109 рублей. Куриные грудки и морковь. Ничего удивительного, правда? А между тем, из этих продуктов получится просто суперское ресторанное блюдо на высшем уровне. Готовим куриные грудки в рисовой панировке с карамелизированной морковкой на гарнир. Корочка на курочке. Будет хрустящая, румяная. Сама грудка сочная и нежная. А морковка вообще космос. Главное, выбирайте молоденькую с ботвой. Можете на грядке надергать. Да хоть у соседей. Вкусно все там будет. И основной гарнир. Плюс, готовится очень быстро и легко. Первым делом надо подготовить курицу. У меня здесь куриные грудки. Берем одну грудку и разрезаем вдоль на два стейка. Старайтесь, чтобы у вас верхняя и нижняя часть были примерно одинаковые. Почему я так делаю? Это для того, чтобы правильно приготовить наше блюдо. Мы же будем потом просто жарить на сковородке. Если жарить просто на сковородке, не прожарится, если будет грудка толстенькая. А если вот такая вот, смотрите, опа, она очень легко и быстро обжаривается. Теперь грудку нужно слегка отбить молоточком. Во-первых, она станет однородной толщины. А во-вторых, у нее сверху вот эта поверхность станет такая немножко рыхлая. Разобьем волокна, и туда будет идеально попадать маринад. А вот с маринадом вообще никаких заморочек. Я возьму готовый. Это горчичный маринад для курицы. Тут натуральные специи, и в него не надо добавлять даже соль. Тут есть все. Только нужно поместить продукт. И прямо туда. Так вот раз с одной стороны, с другой стороны. Вообще, пачка рассчитана на 3 килограмма продукта. То есть, представьте, как можно много с одной пачки замариновать. А главное быстро. Нашим грудкам будет достаточно 10 минут. Помещаем все. Это наш маринад. Уж прости, дружок, но 2 часа придется подождать. Переходим к свинке. Режем на куски. Крупные куски. Да, крупные куски. Никто не реагирует. Вот это рэп, Сань. Вот это прикольно было. Хоть бы голову кто-то поднял даже. Ведущий старается. Никакой поддержки, никакой обратной связи. Просто надо подойти к этому серьезней. Да? Битбокс знаешь? Ну, выходи сюда. Давай. Выходи. Давай так. Нет. Это что, в мире животных, что ли? У слонов брачный период? Давай, делай. Давай. Лето это кайф, лето это шашлычок. Здесь свиная шейка, будет прямо самый сок. Мы начинаем это с Саши Бельковича, Квири. Сань, а что по маринаду? На кефире. Уж прости, дружок, но 2 часа придется подождать. Переходим. Давай, Мэй, спасибо. Мне нормально все было. Да все было хорошо, молодец. Вот это реакция, вот это все. Пока развлекались, курочка замариновалась. Смотрите, какая она классная, сочная. Можно хоть сейчас жарить, но сначала запанируем. Это, знаете что? Вот, угадайте. Как думаете, что вот это такое? Плотные какие. Правильно, какие? Обтянные. Нет, это рисовые хлопья, обычные из пачки из магазина. Они не мягкие, они не супер нежные, они такие плотненькие. И после обжарки будут круто хрустеть на курочке. Берем нашу маринованную куриную грудочку, опускаем ее в хлопья. И так вот немножко ее с другой стороны. Все. И положили на тарелочку. И также панируем второй стейк. Нюанс. Если вы прямо сейчас начнете жарить эту курицу, то у вас получится слишком жесткая панировка. То есть она будет такая, знаете, прямо супер хрустеть. Надо ее зубами будет грызть. Так вот, чтобы она такая не была, ей нужно время, чтобы эта панировочка немножко набухла и стала мягкая. Поэтому вот так вот запанировали, отложили вот так вот в стороночку и подождали. Минут 15-20 панировка набухнет, станет мягкая, перестанет быть такой жесткой. А потом будем жарить, она будет хрустящая, но не будет жесткая. А мы пока начнем делать гарнир к этим грудкам. Гарнир будет летний, бомбический, наивкуснейший, наиполезнейший, потому что он будет из моей любимой морковки. Молодой, с ботвой. Значит, наша задача отрезать ботву, но не полностью. Оставьте вот такие вот небольшие хвостики. Для того, чтобы когда вы подадите блюдо, было понятно, что у вас сезонная, наисвежайшая морковка только что из огорода. Ну и плюс вот эту вот ботву, ее же можно есть. Она мягкая станет и вкусная. Смотрите, как легко можно счистить грязь с попки морковки. Чуть-чуть по кругу прорезали. Чик. Затем промываем ее еще раз. Нужно нарезать морковку. Никаких кружочков. Здесь нам важно оставить ее природную длинную форму. Вот так вот раз. А потом вот эту половинку. Еще. Морковка является отличным гарниром. Она природную сладость имеет. И поэтому с ней гарнир всегда идеален. Особенно для мяса, курицы, для свинины. Для чего хотите. Кажется, что морковка очень долго готовится. На самом деле, морковка молодая, готовится быстро. Плюс мы сохраним в ней всю пользу. Оставим ее немножко хрустящей. Ставим на нагрев большую сковородку. Готовим морковку на низкой температуре. Почему? Потому что мы будем готовить на сливочном масле. Сливочное масло может сгореть быстро. А нам нужно постепенно, тихонечко готовить. И плюс, морковка и сливочное масло вместе будут идеальны. Потому что сливочный вкус появится. У нас еще там такая глазировочка сейчас классная будет. Сначала просто обжарим морковь. Оп. Видите, морковка начинает шкварчать. Начинает обжариваться, карамелизоваться. Потому что морковь сладкая. Ботва становится мягкой. Можете сразу посолить. Ой, как красиво блестеть начинает. Пора жарить грудки. На соседнюю сковородку наливаем масло. Вот эти хрустящие плотные рисовые хлопья, они уже, видите, такие стали мягкие, размокшие и податливые. Вот сейчас они уже будут нежные и вкусные. Но все-таки не все они, видите, так пропитались. Поэтому вот верхние останутся еще супер хрустящие. Это прикольно, будет разная текстура. Курицу не жарьте на слишком сильном нагреве. Иначе у вас просто сгорит панировка, а внутри она еще останется немножко непрожаренная. Поэтому нагрев средний. Маслица здесь требуется много. Поэтому если вдруг его не хватает, добавьте. Жарим до слегка красивой золотистой корочки. И еще, знаете, какая фишка? У вас курица останется мега сочной. Панировка нагревается, жарится, а напрямую с маслом курица не соприкасается. И тем самым она не сохнет, а становится такой мега сочной. Опа, переворачиваем. Все, после того, как перевернули курицу, пора добавлять важный ингредиент в морковку. Это соус манго-чили. Он сладенький, пикантный, немножко с кислинкой. И на балансе с морковкой будет просто... А сочетание манго с перцем чили, это такая, знаете, азиатская классика. Перемешиваем вместе с глазировочкой. И все, и ваша морковка будет уже ни на что не похожа. И все скажут, вау, вот это вкуснятина. Дальше, когда вы добавили соус, с ним уже очень долго не надо готовить. Просто перемешали, чуть-чуть он карамелизнулся. И все. Минута, и морковь готова. А через 2-3 минуты и грудки тоже. Так, как проверить грудочку, смотрите. Значит, берем в самом толстом месте. Так, вот чуть-чуть ее надрезали. Я вижу прозрачный сок. Значит, курица готова. Выключаем нагрев. Пускай чуть-чуть доходит. И я еще сверху добавлю мяты. Для свежести. Плюс с морковкой, с глазировкой, манго-чили. Мята будет идеально. Чуть-чуть, несколько листиков. Мы ее сейчас нарубим мелко и посыпем сверху. Аккуратненько. Смотрите, выкладываем грудочку, а рядом морковку. Листики мяты. Вот вам летнее. Невероятно красивое блюдо. Хотите увидеть, какая курочка сочная внутри? Давайте прямо в самом центре разрезаем ее. Нежнейшая просто, несочнейшая. Видите? И вот здесь вот хрустящая панировочка. Курицу вообще не узнать. Маринад горчичный ощущается. Мега сочная. Теперь с морковкой все это вместе заценим. Вот эта сладость морковки, она, знаете, при таком способе, она как будто концентрируется. И тут у тебя раз, манго. Такая легкая пикантность. Кислота. Я не знаю, как вам передать, но здесь в этой тарелке просто взрыв вкусов. Ты ощущаешь каждый ингредиент. И они как бы не забивают друг друга, а наоборот дополняют. И мята еще в конце. О, вот эта песня вообще какая-то не буду. Расчиряйте свои гастрономические горизонты. Поглядывайте на соседские грядки. Вдруг там морковка больше, чем у вас. В нашем блюде я использовал продукты Махеев. Маринад сделал куриную грудку сочной и нежной. А соус манго-чили придал гарниру сладость и пряную остроту. Махеев делает еду вкуснее. Не забудьте зафиксировать этот рецепт. Берите телефон и фотографируйте ингредиенты на экране. Для хрустящей курочки с морковью нужны куриная грудка, молодая морковь с ботвой, рисовые хлопья, сливочное масло, горчичный маринад, соус манго-чили, мята и подсолнечное масло. Тарелка яркого оригинального летнего блюда 148 рублей. Всем привет! Рубрика для детей и взрослых. А значит будет весело и интересно. Мы с Эрнестом приготовим блюдо, которое вы тоже легко сможете повторить со своими детьми. И классно провести время. Пап, ну может я сам сделаю? Сам? Ну я пошел тогда. Давай, готовь. Давай, перечисляй продукты, что у тебя есть. Конечно, сучу. Ладно, я тебе помогу. Мы сегодня будем делать банановый кекс. Будет прикольный банановый кекс с забавными рожицами. Эрик, ты как к бананам вообще относишься? Любишь? Да. Сколько бананов можешь съесть за раз? Эм, 10. Даже я в свои лучшие годы только 8 съедал. Нам для теста понадобится всего 3. Банановый кекс – это на самом деле очень крутая выпечка. Он получается вкусный, очень такой жирненький, нежненький и сам по себе мега сочный. Как это плохой? Давай, потрогай. Ну и что, мягкие? Нормально? Ну да. Ну да. Нам для рецепта, кстати, чем мягче, тем лучше. Бананчики надо перемять до состояния пюре. Я делаю это вилкой. Можем вот так, смотри, взять эту штуку, которую вот так делать, вот так. Какая? Ну вот эту, которую вот так. Которой мама пюрешку дома делает? Нет, вот так. Ну иди вот на кухню, сгоняй туда, может там есть. Вот она. И что, будешь молотком бить? Да. Ну попробуй. Но отбивную из бананов я еще не делал. Во, идеально. Смотри, красавчик. Какие умные дети пошли. Не то, что в наше время. В банановое пюре теперь разбиваем три яйца. Вот, молодец. Все. Взбивайте, кончика. На сколько? Ну на маленькой скорости сначала. На два. Что это такое вот это все? Руку убрал. Схватил сильно и погнал все уверенно. Провод не трогаем. Миску поддерживаем вот здесь вот. Пальцы не суем и работаем. Вот это уже профессиональный навык. Пап, у меня для тебя вопрос. Давай. Ты что командуешь? Потому что я шеф. Выключай. Теперь к бананам и яйцам отправляем сметану. Смотрите, чтобы кислиночка у нашего кекса получилась. Взбивай дальше. Все, выключай. Жидкая часть теста готова. Теперь сухие ингредиенты. Насыпай туда муку. Дальше сахарный песок, чтобы сладенько было. Полностью. Весь? Да. Это все? Да, весь засыпай. Чтобы было чуть сладко. Да. Теперь насыпай ванильный сахар и пол пакетика разрыхлителя. Ванильный сахар, чтобы аромат ванили был. А разрыхлитель знаешь зачем? Кислоты. Кислоты было, чтобы. Не-не-не. Разрыхлитель для того, чтобы у тебя кексик вот такой был. Смотри. Вот он так растет, растет в духовке. А потом так вот и поднялся. Понял? И воздушный такой, пористый был. Теперь пол чайной ложечки соды. Это очень много. Дай вот так сюда чуть-чуть. Обратно. Когда готовите с детьми, лучше заранее отвесьте все сыпучие ингредиенты. Я вот чуть не проворонил соду. Да и корицу Эрик решил добавить от души. Ай! Прости. Да, достаточно. Короче, Эрнест, а хочешь теперь самый главный секрет выпечки? Давай. Это соль. Щепотка соли. Любой твой десерт сделает вкуснее. Добавляй щепотку соли в муку. Еще. У тебя очень маленькая щепотка. Вот это называется щепотка. Смотри. Видишь, я схватил? Вот. Теперь давай, поднимай, будем вместе сыпать. Видишь, твоя щепотка, насколько раньше заканчивается моей? Стой, давай. Раз, два, три. Ах ты хитрый жук. Ты медленно сыпешь, все. Перемешиваем хорошенько сухие ингредиенты и можно соединять их с жидкой частью. А это что? Раз, два. А я не видел это. Почему на пол-то? А куда? За руку. Вот еще, смотри, можно вот так мисочку. А, да. Все, Эрик, замешиваем тесто, пора выпекать кекс. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ну, если мы будем долго болтать, ням-ням-ням-ням не будет. А вот финальный ингредиент теста – это главная фишка. Благодаря ему кекс будет очень сочным. Эрнест, какое твое любимое масло? Скажи мне. Оливковое. Оливковое. Вы можете смело просто растительное добавлять. Тоже получится хорошо. Оливковое. Но с оливковым будет мега полезно. И благодаря маслу ваш кекс будет такой тяжеленький, жирный. О, он, ты видишь, что это масло, оно, видишь? Как вулкан. Отучайте детей от магазинных сладостей. Приучайте их к домашним вкусностям. Сегодня на десерт у нас будет банановый кекс. После рекламы мы с Эриком покажем, как из этого кексика сделать веселые бутерброды мордочки. А на нашем интернет-канале вы найдете еще кучу классных рецептов для готовки с детьми и полные выпуски «Просто кухня». Сегодня на «Просто кухне» витаминно-гастрономический взрыв из сезонных овощей, фруктов и отличного настроения. Мы уже приготовили грузинское рагу из мяса и свежей зелени, чакапули, тертый пирог с зеленым луком и хрустящие стейки из курицы с молодой морковкой. На очереди десерт. Веселые бутерброды мордочки из бананового теста и летних ягод. Тесто готово. Кекс будем выпекать в прямоугольной форме. А чтобы к ней ничего не прилипло, делаем рубашку. Смазываем небольшим количеством масла. Дальше насыпаем сюда немножко муки. И вот так вот муку распределяем по всей площади. Это называется масляно-мучная рубашка. Все, выливай тесто в форму, давай. Выше, выше поднимай, выше. На стенку, чтобы не лилось. Вот. Такой маленький кекс. Он будет вот так надуваться. Смотри, у тебя же там яйца и мука. А еще у тебя там разрыхлитель и сода. Все это будет поднимать эту тяжелую жирную банановую массу. И кексик в итоге будет вот так вот вылезать. Понял? Отправляем кекс в духовку на 45 минут. Температура 170 градусов. А пока можно поиграть с детьми. Да и на кухне убраться не помешало бы. Жили-были у бабушки. Ля-ля-ля. Что-то я забыл. А давайте камень-ножницы-бумага. Кто проиграет, тот убирает со стола. Давай. И моет посуду. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Ты что? Все, проиграл. Ладно. Пока я убирался, а Эрик играл, кекс испекся. Достаем. Какой классный. Да, это видишь так, мука сработала, сода, разрыхлитель, яйца. Вкусно? Да, шоколадом. Каким шоколадом? Ну почти. Ну, кстати, да. Что-то есть издалека. Да, пахнет бананами и корицей, да? Да, бананом больше всего. Теперь его нужно остудить, а потом будем доставать из формы. Пока у нас куча времени. Пойдем гулять на улицу. Пойдем на площадку. Пойдем. Ох ты, какой тяжелый. Тебе уже не поднимать. Через полчаса кекс можно смело доставать из формы. Вот так откусил, и мазочки. Нет, нет, подожди, Эрик. Так нельзя, Эрнез. Ну ладно, с краешка откуси. Ладно, ты ребенок можно. Детство одно. Хорошо? А можно я тоже с тобой вместе? Нож кекс. Ты че? Ммм, как вкусно. Иногда так хорошо ребеночкам побыть. Нарезаем кекс на кусочки толщиной около сантиметра. Начинается самое веселое. Этот кексик, он сам по себе хорош. Можете его есть просто в таком виде, с чайком, с кофейком. Это вкусно и детям, и взрослым. Но мы сейчас покажем, как сделать прикольные, красивые бутербродики-мордочки. Да, Эрик? Вам понадобится арахисовая паста и сливочный сыр, банан и свежие ягоды. Бананчики нарезаем. Эрик, вот так тихонечко, аккуратненько нарезай вот такими вот кружочками бананчик. Держи. Первым сделаем бутерброд-мишку. Мы берем арахисовую пасту, перемешиваем ее. Кладем арахисовую пасту в центр. Банан. Так, намазали. Теперь давай бананчик ровно в центр клади. Опа. Дальше берем голубичку. Смотри, теперь ягодку разрезаем на две части и делаем глазки. Раз. Два. Дальше берем вот сюда вот. И еще одну кладем как носик. Носик? Вот так, носик. Да. А теперь смотри, берем еще два бананчика сюда, как ушки. Это вот. Вот, смотрите, первый мишка. Чем ты на Эрика похож? Вообще одно лицо. Одно лицо. Папа. Так, медвежонок. Вот такой нормальный будет тостик. Знаете, даже если ваши дети не захотят съесть просто кусочек кекса, то мишку они такого с удовольствием слопают. Эрик решил сделать тостика, свою любимую мягкую игрушку. А я из слайсов клубники попробую изобразить на кексе рыбку. Торстик. Два. Похож, кстати, да. Папа. Так, рыбка готова. Только из-за океана, смотри, Атлантика. Тунец, барракуда, я не знаю, куда ты ушел. Потому что это что за рыба? Не похоже разве? Где рыба? Вот рыба. Чешуя, глаз, хвост. Ну толстая, да, не вытянутая. Смотри, оп, оп, скользкая. Еще я сделал кошечку. Пока возился, кто-то подъедал ягоды. Так вот мы сделаем сейчас, смотри. Раз. Раз, смотри. Опять ты мистер обжора, а? Опять ты ешь. Не обязательно все бутерброды мазать арахисовой пастой. Отлично подойдет и сливочный сыр. Наш зверинец готов. Скажи, пожалуйста, нам можно их попробовать с тобой? Только котик, только рыбу и только, и только, и только мишку. Их можно. Вот видишь, он испуган и испуган. Их потом съедим. Да. Когда перестанут бояться. Можно я все срабуть? Пожалуйста. Для бананового кекса с мордочками возьмите бананы, яйца, сметану, сахар, оливковое масло, муку, корицу, разрыхлитель, соду, ванильный сахар, сливочный сыр, арахисовую пасту, клубнику и голубику. Одна веселая мордочка кекс 32 рубля. Угощайтесь банановым кексом. Воспитывать детей непросто, но в конце концов их постоянно кто-то воспитывает. Педагоги в детском саду, учителя в школе, преподаватели в институте. Но вот родители должны любить. Любимые дети вырастают счастливыми и хорошими людьми. Да. Следите за проектом в наших социальных сетях.